В Кишиневе ситуация осложняется тем, что многие жители не принимают серьез опасность коронавируса. Коек в больницах все меньше, медработники один за другим выбывают из строя. Об этом сообщил глава столичного управления здравоохранения Борис Гылко, представляя отчет к муниципальному совету. А начал он с критики самих советников, которые ведут себя ничем не лучше многих несознательных граждан. Мы не не встанем в зале регулы и импусии. Мы somos модел для читателей. Чиновник настоял на том, чтобы советники расселись подальше друг от друга и правильно надели маски. Ведь многие так и вошли в зал с открытыми не к месту лицами. Волнение чиновника вполне объяснимо. Готовя отчет, он очень хорошо осознал, в каком положении находится столичное здравоохранение. Судя по представленным данным, все плохо. Это еще мягко сказано. Кишинев – лидер по передаче коронавируса. И во многом потому, что люди не осознают рисков. Мы, в continuу, считаем, что это не глумание. Это не глумание. Мы не знаем много о том, что этот virus. Ситуация epidemiологичная в Чишиневе. Это у нас граждан. В Чишиневе сегодня у нас есть 600 пациентов, сегодня у нас в больнице, в больнице, в больнице. В больнице, в больнице, в больнице, в больнице. Мы имеем 30 на номер фэрэспиталу Святой Троиме. Все четыре стоят с пациентами в старой критике. Около 2000 зараженных кишиневцев лечатся на дому. И если жители столицы не возьмутся за ум и не начнут соблюдать правила беречь свое здоровье, система здравоохранения грозит рассыпаться в прах. Из 700 имеющихся в лечебницах коек, 600 заняты. А заболевших прибывает по сотни в день и больше. Но если койки еще можно добавить, то откуда взять врачей, которые испытывают нечеловеческую нагрузку, как физическую, так и психологическую? 88 медработников заразились на рабочем месте. Им выплатили по 16 тысяч леев. Компенсация. Но это ведь тот самый случай, когда здоровье не купишь. Но и без денег никуда. С начала пандемии на нужды здравоохранения из муниципального бюджета было перечислено 43 миллиона леев. Амин ca. Субтитры создавал DimaTorzok По данным Минздрава, наибольшее число заболевших выявлено в Кишиневе и его пригородах. Всего с марта здесь зафиксировано 4800 случаев COVID-19.